Камчатка Что там произошло? Ну, все наши зрители, или большинство, любят хорошую такую красную, наверное, рыбу. Вы тоже любите красную рыбу? Да. У красной рыбы есть красная икра. И вот мы это назвали, то, что творится на Камчатке, творилось это в 19-м году, но это, я думаю, сейчас творится. Мы это назвали экоцитом. То есть, что делали? Ловили рыбу, спарвали, брали икру и выбрасывали, эти тушки просто там валяются, гниют, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Рыбы просто очень много. Вот мы можем сейчас, давайте посмотрим вот этот фильм, и вы сами просто поймёте масштабы этого. Вот к всему этому напрямую имеет отношение такой предприниматель, горе-предприниматель, у него даже такая фамилия говорящая, Куйбеда. Вот такая у него фамилия. Вот давайте посмотрим. Здравствуйте, здравствуйте. Знаете, много в России природных богатств. И под землёй, и на земле, и в лесу, да и сам лес, и в воде, и сама вода. Только вот относимся мы к этим богатствам, как будто они у нас навсегда. Это на территории лесного фонда. Вот идём дальше. Истинный показатель работы руководства МВД России по Камчатскому краю и руководства СВТУ ФАР Росрыболовства по Камчатскому краю. Вот он, показатель работы. У меня один только вопрос. Руководителю МВД России по Камчатскому краю и руководителю Росрыболовства по Камчатскому краю не стыдно? Это Камчатка, западный берег. Рыба, разбросанная по берегу реки. И я вас уверяю, это только маленькая часть. Это браконьерство. Это браконьерство, которое происходит сейчас, в этом году, в 21-м году, в 20-м. В общем, это браконьерство, которое длится уже десятки-десятки лет. И никто ничего с этим сделать не может. Рыба выбрасывается. Достается икра, а рыба выбрасывается. Потому что стоимость икры и стоимость рыбы – это несопоставимые вещи. Запрещено выбрасывать разрешенное к добыче вылов. То есть, если ты поймал рыбу, казалось бы, у тебя есть лимит, да? Ну, допустим, тысяча тонн, грубо говоря. У тебя есть лимит. Ты поймал – запоним. Все нормально. Икру извлек, остальное выбросил. Все, это уже ущерб. Нам эти кадры прислал Сергей Мылов, председатель общественной организации «Экологическая безопасность». Давайте послушаем, что он нам расскажет. По Камчатке, значит, суточный объем переработки надо на Путину, это планируемое, 2859 тонн, а мощностей переработки только на 916. То есть, представляешь, около 2000 тонн ежедневно переработки нет. Ну, вот вы сами все слышали. 2000 тонн рыбы в день. Надо куда-то девать. Не справляются. Не справляются мощности с таким объемом. И вроде бы, ведь можно подумать, но ведь, наверное, деньги присылаются, да, бюджет же есть. Во-первых, на рыбе деньги зарабатываются какие-то, да, это же сколько рыбы ловится. Но не все так просто. Не все так просто, потому что деньги от икры, они уходят, уходят за границу, потому что там ее просто выгоднее продать. Да и деньги спрятать так легче. Тайность за семью печатек. Нет информации, сколько получило конкретное предприятие лимитов, на какой лимит, сколько освоило лимит из полученных. А дальнейший путь продукции, очевидно, что все уходит за рубежи, за рубежи нашей Родины, потому что уходят. Я об этом и пишу. Везде, где бы я ни обращался к кому, я везде об этом пишу. Такая же похожая ситуация была со сетром. В 90-х годах браконьеры его практически истребили из-за черной икры. Сейчас государство взяло это все под контроль и понемножечку, понемножечку популяция восстанавливается. Можно ли восстановить ее будет такой, природную именно, не искусственное взращивание осетра, а вот именно природное, как было в 90-х годах, это еще под вопросом. Сейчас, судя по всему, на очереди это красная рыба. А лосось, который водится на Камчатке, это уникальная лосось. Камчатка, это вообще остался и Российская Федерация, это, по-моему, единственный регион, где имеет дикий лосось. Мы единственные остались. То есть, это единственный в мире? Да, с теми объемами, которые, вы понимаете, 500-600 тысяч тонн дикого лосося. И вы думаете, почему у нас так нашу рыбу за границей покупают? Не просто так, там же ведь, ну, сами понимаете, японцы, они рыбоеды. Корейцы тоже, они понимают в рыбе. А у них ее нет. Уникальная лосось, которая ценит по всему миру, может просто исчезнуть. Исчезнуть из-за... Я даже не знаю, как называть этих людей. Давайте вот сейчас еще одно видео посмотрим. Смотрите, дети. Расскажите внукам. 2018 год. Поселок Пынта. О-о-о, Камбер. Генеральный директор Кульбидан. Самка порится просто на икру и выбрасывается. А кобели вот они, их даже не трогают. Прямиком, из речки в ям. Не знаю, есть ли такая статья в уголовном кодексе, которая преследует таких скотов. Яблевцы яйца не стрелил. Таких яб здесь десятки. Вот как это назвать, как неуничтожение природных ресурсов нашей страны. Наших с вами ресурсов. Когда рыба вот так вот просто валяется. Выброшенная. Выброшенная и выброшенная. Там прозвучали две компании. Это Кембер и Пынта. Они принадлежат Куйбиде Николаю Борисовичу. Знакомимся. Все, напарки. Удержи меня, кули ты стал. Удержу. Куйбеда Николаю Борисовичу. Ну вот такой вот он рыбозаготовщик. Такой вот он рыбак промышленный. Вот такие вот у него. Вот что у него творится. Это 18-й год. В 18-м году была рекордная Путина. Поймали полмиллиона тонн рыбы. За 110 лет такого не было. И вот привалило. Вроде бы должны радоваться. Вроде бы рыба должна подешеветь в магазинах. Вроде бы ее же много. Но нет. Она выбрасывается. Настолько наглядно. Это небывалое. Но даже я отработал не один год рыбоохранения. Видел много. Много видел. Я и выброшенной рыбы. И много нелегально заготовленной икры. И законно заготовленной икры. Я многое что видел. Но вот такое я... Ну может быть первого раза же увидел. С таким подходом явно. Уникального лососа мы рано или поздно потеряем. Просто вопрос времени. Вот из-за таких людей, как Николай Борисович Куйбеда. Давайте узнаем. А все-таки уголовное дело-то завели. Возбудили дело об административном правонарушении. Это смешно звучит, конечно. Долго этот материал переходил из рук в руки. Дело прекращали по надуманным основаниям. Прокуратура обжаловала прекращение. Потом передавали его, насколько я знаю, в Россельхознадзор. Этот материал, так как свалка несанкционированная рыба была и так далее. Но никто не удосужился передать следственным органам, как это и положено по закону, для возбуждения уголовного объекта. Спустя год уголовное дело все-таки завели. По статье 256, части 1. Это крупный ущерб. Это еще не все. Спустя год это дело закрыли. Закрыли вот по какой причине. По причине, потому что не могут найти человека, которого нужно привлекать по этой статье по 256, части 1. Вот представьте, в селе Пымте находятся два завода одного собственника. Больше заводов нет рыбоперерабатывающих. И вот из этих двух заводов так никто не установил, кто же сбросил огромные объемы рыбы. Подписала этот документ Елена Викторовна Назарова, полковник юстиции. Какая связь у Куйбиды и Назаровой, это мы еще будем разбираться. Сама проблема, она катастрофическая. Потому что, как вот сказал бывший инспектор, рыбинспектор, это экоцит. Когда возбудили все же уголовное дело по данному факту выброса рыбы, квалифицировали это деяние по 256 статье Уголовного кодекса, часть 1. Это браконьера, незаконная добыча водных биоресурсов крупных масштабов, где ущерб до 100 тысяч. А если уже быть таким объективным, исходя из масштабов увиденного, да, то, что мы можем наблюдать, только наблюдать, без подсчета, можно определить, сколько уже все-таки фактически было выловлено по количеству выпущенной икры. Эти финансовые документы никуда не деть. Это тянет, по моему убеждению, на 358 статью, это экоцит. Особо тяжкое преступление. Там от 15 до 20 лет лишения свободы. От 12 лет, 12 до 20, что ли. Ну, до 20, я помню, верхний план. Вот 358 статья, экоцит, здесь бы хорошо подошла. Я вас уверяю, никому бы потом не было повадно так поступать. Я вам скажу, что это вот эти два предприятия, которые в лесу находятся, туда же не то, чтобы прям вот общественник может пойти, может пойти туда, да, и вот какую-то заснять там проверку. Туда не пустят. Мало того, что туда не пустят. Там, скажем так, и медведи гуляют. Может что-то и случится. Потом попробуй, объясни. Потом такую же напишут, отписку, что, вы знаете, ну, общественник, активист был задран медведем. Поэтому, как бы, извините, медведя ищем. Человек, который снимал вот эти кадры, он, кстати, умер. Ну, совпадение или как? Ну, и, соответственно, понятно, что люди безнаказанные. А если мы там начинаем что-то говорить, если мы начинаем, как бы, освещать эту тему, то получается, что, ну, тут по лесу заходим, да, потому что человек, во-первых, он не совсем адекватный, да, то есть у него там орудия есть, оружие. Но я слышу, что у него три наградных пистолета от разных лидеров зарубежных государств. Не таких далеких. Да, 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 да. То есть, это зарубежные. Да, это первый момент. А второе, то, что человек, как бы, вот, снимал реальный пример, да, того, что человек снимал. Хотя, вот эта вот бесхозяйственность, вот эту, ну, то, что делают. Это то, что и человек, вот, 19-го, 18-го года, да? Да, это кадр. И человек-то умер, понимаете? Плюс того, что есть из кое-каких источников, есть такой момент, что губида просто всем говорит, ну, вообще, то есть, всем, с кем беседует, говорит, ребята, со мной ссориться не надо, иначе вам настанет, ну, вы можете плохо закончить, типа того. Ну, как бороться с такими людьми? Нужна политическая воля, вы можете сказать. Конечно же, она нужна. Конечно же, если бы из Москвы сказали, наведите порядок, навели бы. Ну, и Москва молчит почему-то. Когда вот тут до трагедии дойдет, до экологической трагедии, когда однажды сети рыбаки вытащат, они пустые, не будет там рыбы, не будет там лосося, вот тогда найдут виноватых. Только вот таких вот рыболовов, как Куйбеда, уже не будет в России, они где-то будут греться под теплым солнышком какого-нибудь государства. Я называю этих рыбопромышленников, да, иногда, может, они будут обидно звучать, ну, счастливые мальчики. Они озабочены только тем, чтобы сохранить исключительное право на пользование ВБР, да, водными ресурсами, и набиранием карманов. Все. Ну, у меня к ним претензии, вот у меня лично. Ну, нет претензий. Они занимаются своим делом. И воруют только потому, что им государство разрешает воровать. Если так это все оставить, то это рано или поздно, скорее всего, рано, будет катастрофа. Сумаю, за этот колец, в Кинске его просто выкинули, просто выкинули. Не потрошили вообще. Я хочу нашим детям передать привет. С такими темпами, мне кажется, они точно рыбки не попробуют для красной и икры. Потому что это как-то надо плодиться и как-то надо размножаться. А это особь, все, умерла уже на корню. То есть, следующие через 5-4 года она уже в реку не войдет. То есть, эта рыба не отметалась. Этот самец не покрыл икру. Эти самки икру, блядь, в воду не сбросили. Люди, которые выросли, которые родились, выросли на Камчатке, которые любят этот край, я понимаю, у них сердце кровью обливается, когда они видят вот такие кадры. Особенно, когда они видят это все воочию. Мы-то видим это все на видеозаписи и то. Это непростая проблема. И чтобы привлечь к ней какое-то внимание, одной программы мало, да и одного голоса мало. Я призываю вас, во-первых, распространять это видео. Чтобы как можно больше людей его увидели. Потому что с этим нужно что-то делать. И если к этому не привлекать внимания, если об этом не говорить, то до экологической трагедии это когда-то дойдет. И уникальную рыбу, уникального лосося, дикого лосося мы потеряем. Потом будем восстанавливать. Потом мы, конечно, меры примем. Все потом сделаем. Потом будем бороться с тем, что сами натворили. Но время уйдет. Время уйдет. И оно может уйти безвозвратно. До свидания. Да, действительно. Натуральная беда для Камчатки. Куй беда для Камчатки. Друзья, ждем ваши комментарии. К сожалению, тут просто нужна политическая воля. Взять это все в руки местному начальству. И навести порядок. Но всем, наверное, выгодно. Всем такое положение дел выгодно. Ну, кроме... Да, тонны рыбы ушли на свалку. Друзья, ждем от вас ваших комментариев. Пишите нам ваши соображения по этому поводу. Момент истины. Я Стас Симонов.